теперь самое важное юзер ел 8 и так далее то есть насколько понятно сергей матвиенко пишет давайте разберем его его комментарии петрович после первого приема сока на пальцах рук при определенной конфигурации начали затвердение судороги ноги тоже задергались как-то подозрительно я в шоке вы знаете а я не в шоке потому что я знаю что для того чтобы научиться голодать надо буквально таки сесть за парту в первый класс и начать с одних суток чтобы вы изучили свой организм а вы замахнулись сколько там по моему 37 дней если если там там не больше поэтому вы в шоке вы не знаете что там с вами происходит шок из-за того что вы не знаете банально не знаете а вот это такие вот поехали дальше а ведь мог потерпеть еще несколько дней ну терпеть несколько дней и или не терпеть несколько дней надо понимать надо понимать я вам уже говорил по каким признакам примерно судится о том что пора выходить пора выходить это раз либо же по каким признакам надо судить что вот такой процесс сейчас развернулся и его надо довести до конца допустим если у вас еще выходит какие-то муть какой-то штыб какая-то слизь во время клизмине значит если вы хотите так сказать добиться капитального результата значит надо дождаться чтобы не было этой слизи вот все не выходит далее если от вас идет вонь надо добиться чтобы это вонь вышла чтобы ее не было я уж не говорю о том чтобы язык там очистился там аппетит появился это уже такие самые самые последние признаки которые указывают что голод закончены и выходить как правило с первого раза там хоть бы 40 хоть бы 50 проголодайте законченного не будет но под тем признаком которые вам указывают какие процессы развернулись и их то надо пройти и именно вот сейчас идет как бы такая работа которая выворачивает вот этот корень болезни как от которыми вы страдаете поэтому вот здесь надо там зубы жали там терпите ли еще что-то там вы осознанно проходите этот этап для того а не то что терпеть так неужели все на смарку опять-таки человек не понимает не знает что чо и как ведь все так было хорошо значит я тут еще не понял после приема сока какой это сок был что это за сок был я лично предпочитаю на кисломолочным на соки я уже выходил там на апельсиновые соки да вкусно выходить на апельсиновые вкусно но эмаль зубу съедает то есть любой сок который будет содержать фруктовые кислоты но в 90 процентах случаях после выхода так из такого голода сожрет эмаль на зубах есть конечно 10 процентов какие-то уникумы на которых это ничего не подействует у них там совсем иное так так сегодня принял два раза попал стакана тыквенного и яблочного сока разбавлены с водой как раз яблочный сок содержит вот эти вот все фруктовые кислоты и именно он и начнет сжирать эмаль тыквенный сок тот тот получше вот но опять-таки лично я бы начал начал бы с кисломолочного о чем я неоднократно говорил но это на длительных сока голодания так значит больше не буду да вообще становится немножко страшно эти немножко страшно и так далее и тому подобное вы отправились голодание это знаете как вы отправились в путешествие в какую-то незнакомую страну вам неведомую и вот когда вы знаете вот вот и вы заходите все глубже и глубже в дебре этой страны так вот когда вы заходите на один грубо говоря день это один опыт у вас получается ничего страшного вы уже знаете когда вы заходите на три дня а вы понимаете что на три дня там ничего страшного когда вы заходите там на недельку понимаете а на недельку вот там то-то 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 вы к этому подготовили на две недельки а вы подготовились так 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 что там бывает какие особенности у вас проявляются когда вы входите в голод когда вы ведете голод когда вы выходите а потом дальше допустим там грубо говоря на месяц Вот, 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 вот. То есть вы уже понимаете, как ваш организм реагирует на вход в голодание, на его проведение, как лучше ему помогать. У вас уже опыт появляется. И в то же время дальше вы понимаете, как он реагирует на выход из голода. Медленно, очень медленно уходит вот это вот пищевое возбуждение и пищеварение уходит аж на клеточный уровень. С распределительного, как бы сказать, вот этого канала пищевого, который нам поставляет пищу, все это уходит аж на клеточный уровень и там работает. И потом у нас клеточного уровня также постепенно должно вернуться на желудочно-кишечный уровень. Это целый процесс, который имеет свои особенности, который надо запустить, у которого еще, у каждого человека свои особенности, вот этого запускания. И вы это должны все знать, это все должны понимать и следовать этому. А если вы не следуете, становится немножко страшно. Естественно, из-за того, что вы не знаете, что-то там сели, там заболело, там еще там что-то там у вас выдавили, все, паника. Врачи, а врачи скажут, ах, это помалахово, ах, этот негодяй, ах, он портит людей, ах, он, ах, он, ах, он, ах, он, ах, он. Так, продолжаем. Неужели все вернется? А если вы не измените свой образ жизни, то, естественно, все вернется. Но так как я читал до этого весь этот комментарий, я вам еще там расскажу, неужели все вернется. Так, как я понимаю, что уже продолжить голодание получится или можно продолжить? А я как-то уже, да, я же ответил, я вам все написал. Я бы продолжил, а как вы, я не знаю. Потому что у меня есть знания, потому что у меня не просто знания, а у меня есть опыт, как это делать. И помогать своему организму в том или ином случае, как это все дело провести. Продолжить, не продолжить и так далее. У меня такое было с 6 по 9, ага, оказывается, оказывается. У меня такое было с 6 по 9 день голодания, когда не удержался и выпил сладкий компот. Оказывается, видите, вы вообще-то не понимаете самого процесса голодания. И вы думаете, что с различными там вольностями, вот так, вот так у вас там будет и так далее. Можно что-то от этого с 6 по 9 день голодания. Когда я выпил сладкий, что с 6 по 9 день голодания, смотрите, грубо говоря, теперь мы 9 дней, вот 6 дней голодания просто-напросто отбрасываем. То есть это был этап, если человек ничего не принимал, этап 6-дневного голодания. Далее, в течение 3 дней последовал какой-то там выход и так далее. То есть уже эти 6 дней можно отбросить, и все началось сначала. Так как с 6 по 9 день пил сладкий компот. То есть те механизмы, которые начали разворачиваться, они таком стопорнулись. Ага, компот пошел, все. Ребята, заканчиваем там какую-то перестройку и так далее. Потом опять началось. Так, и дальше Петрович, миленький, ну скажите, пожалуйста, что можно продолжить голодать? Да вы знаете, я вам скажу, продолжить голодать, не продолжить голодать. Я еще вам могу там все, что угодно наговорить. Но опять-таки, вот когда меня спрашивают, вот какой-то там метод, а вот этот, а этот, а этот. Я лично следую физиологическим законам, которые действуют в организме. Которые действуют на голодании, на выходе. Которые действуют вот сейчас на, грубо говоря, во время обычного режима, там, когда человек живет, питание и так далее. Как это все так поддерживать, чтобы это не мешало, не загружало, не искажало вот этих всех механизмов. И тогда человек здоров, без всякого голодания, без всего и так далее, и того подобное. А если вы не понимаете, что думаю, я сейчас тут поголодаю, я еще что-то сделаю, Петрович мне разрешит, или Петрович мне запретит, и вот это скажется. Это неправильно. Это есть неуважение к Творцу самого, который создавал ваш организм и снабдил его соответствующими органами, соответствующими механизмами, как они работают. А вы их пытаетесь, с учетом своих страхов, незнаний, привычек, пытаетесь изменить. А вот так мне хорошо, а вот так мне хорошо. Так что я не знаю, я вот вам ответил, я вам написал, я бы продолжил, а как вы, я не знаю. Так, и так, про миленького можно сказать. Так, что можно продолжить голодать, и что это пойдет на пользу? Ну, пожалуйста. Я думаю, что я ответил. Разрешаю я или не разрешаю я? Это ваш организм, это ваша работа над ним. И прежде чем, знаете, вот работать над своим организмом, надо понять его устройство, его работу и прочее, прочее. Чем я занимался? Да я вот этим всем и занимался, собирая кучу этой информации. Потом еще пробую. И попутно, попутно отсеиваю то, что, сейчас я вот говорю про зубы. Если фруктовые кислоты, значит, у 90% у нас сожрут эмаль на зубах, там, или еще там что-то вызовут неблагоприятно. А вроде свежий сок пьется. Как бы свежий сок, а оказывается, вот, различные, будем говорить, толкования, там, какие-то, когда там каждый, там, пытается свою какую-то систему протулить, обосновать в обход физиологическим законам, которые поддерживают нашу жизнь. Значит, я ответил, да, он пишет обратно. Петрович, миленький, употребление двух этих порций сока может пройти незаметно для организма. Ну, как правило, как правило, если это сладкий сок. Но, знаете, в любом случае, может пройти незаметно для организма. Вот вы чего-то выпили. И сразу же организм вам ответит. Ощущениями, работой и так далее. Что, что это там было такое. Да, кстати, он же и ответил, уже было, да. После приема сока на пальцах рук при определенной конфигурации какой-то, начались затвердения мышц судороги. Вот он и ответил вам, как это, незаметно для организма. То есть, он вам заметно дал понять, что произошли судороги и затвердения мышц. Ноги подозрительно задергались и так далее. Если после этого я могу продолжить голодание, то обязательно продолжим. Ну, продолжите так продолжите. Это ваше дело. Опять-таки, знаете, я не хочу сказать, что, Серега, ты там вали от меня там со своим голоданием. Не хочу я там с тобой там взнаться и так далее. Нет, я вам всем рассказал и книжку там выставил и так далее. Как и школу для этого голодания открыл. Как научиться правильно голодать. А здесь и есть вот это вот, что надо начинать постепенно изучать свой организм. Здесь вы нырнули в глубину и неизвестно, что там в глубине вы найдете. Или там, как бы сказать, пошли вы вот этот в дебри леса и дальше с кем вы там встретились. И как от этого, будем говорить, остерегаться. Или нырок в глубину. Нырнули там. Одно дело, на метр глубинули. На метр нырнули, да? Это глубина, грубо говоря, одного дня. Другое дело, вы нырнули сразу на 30 метров. И думаете, и что там, все там как-то. А там вас могут просто-напросто, как знаете, новичка схавать. И сказать, о, ё-моё, хорошо, что такие, как бы сказать, простачки имеются. Так, ответьте, пожалуйста. Сильно напряглась мышца задней левой ноги, как это было после сладкого компота на 6-9 сутки голодания. Но это прошло. Скажите, пожалуйста, одно слово. Я могу продолжить голодание. Я до этого написал. Я вам написал. Я бы продолжил. Но как вы, я не знаю. А вы, понимаете, уже от какого-то, не знаю, вот, как бы это лучше выражаться, полнейшая дезадаптация. Вам пишут, вам там рассказывают, вам говорят, вам советуют. Ничего это не видится. Ничего. Это уже какой-то страх и еще что-то, еще что-то. Человек не понимает, о чем ему говорят. А обвинить он потом сможет. Скажет, а вот я вот-вот помалахал, там голодал и так далее. Далее. Уважаемый Петрович, я попарил ноги, одел бурочки, согрелся и подумал. Вы же только что в ролике говорили, что запустить систему пищеварения так просто, особенно когда на таких сроках голодание. То есть что-то уже, как бы сказать, какое-то разумное начало появилось. И успокоился, и продолжу голодать до полного очищения кишечника. То есть вспомнил, что я до этого говорил, по каким признакам ориентироваться, хотя бы ориентироваться. Мне очень стыдно за свой поступок. Ну, стыдно за то, что вы начали неподготовленным. Как бы лучше сказать. Все равно, что неподготовленного человека выпустить на поле боя, говорит, да-да-давай, вперед. Не сказал ему, где можно укрыться, как там надо действовать с противником, что там делать, чтобы остаться в живых. Ну, говорит, это где-то вот так. Действительно, от еды надо держаться подальше. Наконец-таки нашло, от еды надо держаться подальше. Постоянно вот это с едой-седой-седой, она, естественно, сбила. Об этом же говорилось неоднократно. Говорилось. Только мимо ушей проносилось. А теперь вот миленький-миленький, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. И это говорит о преобладании психической раковины полевой форме. Я думаю, это не надо тут это самое, на раковину там ссылаться или еще там, на что-то. Просто надо было изучить свой организм и понимать, что вы можете, грубо говоря, питаться буквально-таки запахами пищи. И это будет не было приятно сказываться. А не какой-то психологической раковины полевой форме и так далее. Вот набузили, знаете, вот все, лишь бы набузить, лишь бы набузить, как-то себя оправдать. Тут нету ни теоретической подготовки, ни практической. Человек не знает своего организма и ссылается на все, что угодно. Только не на свое невежество, не знание данного вопроса. Так, выпил сок и перед глазами понеслись картинки обжорства, удовлетворения физического тела едой. Видите, а вот если бы, вот сейчас смотрите, Сергей подумает, что, допустим, после 30 суток достаточно где-то дня 2-3 и это запустит пищеварение и можно есть. И через 2-3 дня думает, ого-го-го, сейчас я загружусь. И, как правило, оно станет, потому что оно не развернулось еще. И начнется самоотравление со всеми вытекающими последствиями. А если бы вы потихонечку, сутки 2-3, 5-7 и так далее, вы бы уже понимали, как вам бороться с вот этим обжорством, что оно вам, насколько оно вам принесет вреда. То есть вы это уже бы знали, вы к этому уже были бы готовы. И вот такого вот картин обжорства и так далее у вас бы уже не было. И потом появился страх перед возвращением прежней жизни. А я не хочу назвать эту жизнь. А достаточно было бы, ну вот мы сейчас продолжим, там интересно написано. А достаточно было бы поменять свое отношение вот в обычной жизни к пище, к другим людям, к самому себе. Как-то наладить свой ритм жизни, ритм работы, сна, отдыха и так далее, общения. И жизнь, вот мне сейчас моя жизнь нравится. Видите, я энергетически наполнен, насыщен. Мне она нравится, такая жизнь. Я вот именно сейчас, я, можно даже так сказать, я никогда не чувствовал себя таким здоровым. Вот, за редким исключением, когда-то там в юности я там был большой, сильный и так далее. Мне сейчас очень нравится жизнь. На голодании я увидел другую, полную энергии. Ага. Забот, полезных дел, внутреннего удовлетворения, совершенной работы. Но кто вам мешает эту жизнь наладить? Ну, кто вот мешает? Кто-то вас держит буквально или что? Что вот, что с вами происходит, что кто-то там мешает? А вы тут ничего не можете сделать. Так, помню, как мне было нелегко попить, попилить деревья, сложить дрова, попалить в ветке. Но какое-то внутреннее удовлетворение я испытал от этого. Ну, полите. И, кстати, кстати, жена сказала, что в комнате моей, и, соответственно, от меня уже не очень сильно воняет дерьмом старым дедом и гнилью. То есть, вот уже процесс начал подходить к своему, так сказать, завершению. То есть, хотя бы вот этот этап отгниет и выйдет вот эта вся вонь, всей шлаки, дерьмо, которое вы себе накопили. То есть, процесс идет. Вот, вот, по чем ориентируемся. Завоняло от вас. И воняет, неделю воняет. А потом меньше-меньше, видишь, прекратилось. Важно отметить, что на голоде шлаки выходят, некоторые шлаки, в тысячу раз быстрее, нежели на пищевом режиме. Педрович, большое спасибо, что не бросили меня в такой критический момент. Сейчас чувствую давление в левой части лба, хотя нос дышит без нафтезина. Значит, сейчас в левой части лба, да? Это говорит о том, что там еще что-то не вышло. Вот это весь этот нафтезин накопился за это самое, зацементировался и еще ждет своего выхода. Там только работа, возможно, начинается для того, чтобы это. Ну, знаете, я вот это все смотрю, и я же был такой, я не осуждаю. Я же был такой, вот нафтезин, да? Нос не дышит, да, мы сейчас его пробьем. Ну, а дальше что? Вы пробили, он не дышит и так далее. И вы занавтезинили всю свою голову. Плюс, все это всасывается в слизистые, через слизистые в круг, в весь свой организм. За нафтезинили. И что он будет нормально работать? Додули с маком. Ну, пошли дальше. Я осознал и буду продолжать голод. Ну, хорошо. Завтра растоплю баню. А нахрена баню? Растопить баню? Вот нахрена, я тут еще в бане, вы добавите, знаете, что-то это самое. Одно дело принять прогревающую ванну, а другое дело в баню. Это банная, это тоже нагрузка на организм человека. Продолжаю потреблять урину внутрь и капать в нос. Ну, продолжайте. Так, извиняюсь за мою трусость и назойливость. Ну, я бы не сказал, что тут назойливость. Просто не было вот этой назойливости, если бы вы просто-напросто вот начали изучать свой организм на голоде. Тогда не было бы ни трусости, ни назойливости. Я отправил вам фото. Здесь 37-е сутки. Кстати, можем сейчас посмотреть, пришло это фото или нет. И посмотрим, 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 посмотрим. Так, 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 так. Кстати, трусость это моя основная черта. От этого у меня постоянно напряжены мышцы живота, которые поджимают желудок. Так, и от этого постоянно болит и идут газы. Это, это, думая так, от трусости, значит, идут болит живот и болит газы. Так, ну, читаем дальше. Надо научиться жизнь, жить с расслабленным животом. Но я не могу пока это сделать. Это пошло с самого детства. Мой отец был страшный тиран. Он до 40 лет пропил и лишился здоровья. А до 60 лет пытался вернуть здоровье таблетками. Ну, это вот типичная у нас, это самое, как бы сказать, типичная жизнь. По молодости, имея определенный потенциал здоровья, люди его, знаете, вот, как бы сказать, бездумно расходуют. На удовлетворение любых там прихотей и так далее, и так далее, и так далее. И вот они выжгли свой, весь потенциал своей жизненной силы, выжгли его своими вот этими привычками. Потому что каждую привычку надо обслужить. Обслуживание идет чем? Идет вашей собственной жизненной силой. Поняли? Еще разок. Вашей собственной жизненной силой. Чем больше привычек, тем больше вы тратите своей собственной жизненной энергии на их обслуживание. Ну, а дальше, а дальше, а дальше. А дальше, знаете, вот эта вот прекрасная, как бы сказать, сказка о том, что можно вернуть здоровье, вернее, вот этот потенциал жизненной силы с помощью таблеток. Якобы они делают какие-то там коррекции, вот так делают, вот так делают и так далее, и все у вас вернется. На самом же деле, несомненно, что-то они делают, не без того, что-то они делают. Но так как жизненной силы нет, и плюс после этих таблеток вот эти все эти осколки этих химических веществ должны выводиться, организм наш не приспособлен к этому, это все ведет к накоплению всего вот этого. И, грубо говоря, вот вы принимаете таблетки от одного, потом через некоторое время замечаете, что надо принимать еще от другого, потом добавляется третья, четвертая, и... И человека нету, он вылечился таблетками. Так, значит, пытался вернуть здоровье таблетками, чем еще больше усугублял свое состояние. Ну вот, сыну уже дошло, чем занимался отец. Из питания он употреблял исключительно животную пищу, сало, мясо, сметана, сырое, яйца, молочка. Да, это такие самые, так сказать, плотные продукты, которые в то время, в то время, в то далекое время, когда с едой были проблемы, и вот это, значит, вот это все питание как бы укрепляло и так далее. То есть, был тяжелый физический труд, и такое питание было обоснованным. Люди много работали, и это было, так сказать, нормально. Зажарка шла исключительно на жиру. Мать поджарила картошки на постномасле, так этот урод ее выкинул, картошку. Постоянные крики и скандалы. Ну, то время такое, как бы сказать. Знаете, вот в жизни надо действительно научиться жить так, чтобы... Вот зачем мне, грубо говоря, скандалить со своей собственной женой, если, допустим, она мне как-то не удовлетворяет меня по каким-то вот моим запросам. Да просто и развестись. Нет же, нет же, вот особенно раньше, живут как кошка с собакой, и до такого простого, мы говорим, не могут прийти, как просто развестись. Хрен с ним, кто-то потеряет в жилплощадь или еще что-то, или еще что-то. Но он обретет совершенно иное. Он обретет другую жизнь. И с учетом тех ошибок, которые он совершил, он может начать другую жизнь нормально. А так, я не знаю, за что там цепляется вот это, крики и скандалы. Не знаю, я лично не согласен на такую жизнь. Так, помню свою первую неделю в институте без родителей. Видите, ребенок постоянно вот эти скандалы впитывал. Я поймал себя на мысли, что не хочу возвращаться домой. Так мне в первый раз было легко и спокойно. Насколько можно отравливать друг другу атмосферу своим вот этим вот детям и так далее. И вот важно найти в себе, в первую очередь, понимание, веру в себя и выбрать иной путь. Иной путь уйти из этой семьи. Вы должны создать свою семью. Ту, которую вот на примере, допустим, семьи родителей, если она вот такая вот, чтобы этого у вас не было в семье, не допустить. Если семья совсем была хорошая, приветливая, доброжелательная, то вы вот такой вот этот пример перенять и создать вот такую семью. То есть в любом случае это пример. Родители вам ставят пример, как нельзя жить. А мы, как правило, вырастаем. И так же пошло-поехало, поехало, пошло-пошло, пошло-поехало. Вот так. Так, и потом каждый раз я с тяжелой душой и поджатой диафрагмой, возвращался домой. А можно было не возвращаться, вот, знаете, можно было. Но для этого опять-таки, ну вот знаете, человек должен как-то повзрослеть. и понимать, ну, родители, да, но если там вот такое творится, то... Так, и теперь расслаблять мышцы живота никак не получается. Так, вот это вот все, мышцы живота и так далее, и так далее. Возможно, из-за перенесенного, знаете, вот этого, всех этих переживаний, эмоциональных, вот это все накопилось, все сжалось, человек и так далее. Что в этом случае делается? Если у вас напряжены мышцы, там, живота или еще где-то какие-то мышцы, это говорит о том, что у вас огромное количество раковин, энергетических раковин с негативной энергией, которые возникли от перенесенных вот этих эмоциональных потрясений. В результате чего они настолько, как бы сказать, скомковались, умплотились, что они уже ваши мышцы вот так вот комкуют, там, на животе, там, на спине или еще там где-то там. Так вот, за счет дыхания, очищающего полевую форму жизни, ведь я пришел к этому, не просто к тому, что надо очистить физическое тело, но остаются еще у нас вот эти вот эмоциональные зажимы, которые скомковались вокруг того или иного органа, и они мешают работе этого органа. И пока вы их не выведите, организм не будет работать с таблетками, без таблеток или еще чем-то. Это совершенно иная работа. Еще разок хочу сказать. Одно дело, знаете, мышцы качать, другое дело там еще что-то делать, а третье дело – это вывести из себя эмоциональный мусор. Запоры у меня были постоянные. Вот такой психологический зажим Сергей Матвиенко. Так вот, как раз вот эти вот заперы, заперы. Да, запоры бывают от, будем говорить, перенесенных переживаний, они разные бывают. От дряхлости организма – это одни запоры, их вроде как называют элементарные, а вот эти вот психологические запоры, психические, из-за того, что человек вот чрезмерно напряжен, чрезмерно впечатлительный, чрезмерно вот так вот он у него, вот эти постоянные скандалы, он через себя пересекает. И запоры. Естественно, от этого, от психического состояния, начинается, значит, запор. Запор теперь уже, то, что должно, смотрите, вы съели там чашку борща, там второе, там выпили там компоты и так далее. И у вас все это должно перевариться и вывести через задний проход. А у вас это не выходит. Не выходит день, два, три, а то неделю. А куда надевается? Все время идите, три раза идите. А это все всасывается. И, представляете, вот это вот, все это всасывается и выходит через ваши легкие. Почему легкие портятся? Через вашу кожу. Почему воняет? Вообще отравляет вас. Вашу психику. Все это отравит. А вы все удивляетесь. Что чего? И вот как раз голод начал все это огневые конюшни разрывать. И это надо понимать. Что делает голод. Вот такой психический зажим. Значит, я сказал, как психический зажим? С помощью полевой формы. Дыхание, очищающее полевую форму жизни, ликвидировать, да? Ну и плюс голод. Сейчас у вас как раз работает над тем, чтобы вот это вот все, вот это вот то, что вы там насобирали, вышло через вас. Вот это вот воня от вас прет. Это как раз и указание на то, как это выходит. Значит, что я дальше написал Сергею? Читайте книги о голоде, смотрите видосы о голоде. Возьмите ответственность на себя, в конце концов. Вы ответственны за свою жизнь, здоровье и судьбу. Ну, он ответил спасибо. Спасыба, 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 спасыба. Вообще-то я рассказывал уникальнейшие знания, уникальнейшие знания. И они так как-то проходят, знаете, так это самое. Я думаю, через некоторое время начнется выход. И не знаю, вот я рассказал одно и так далее. Что Сергей будет делать? Ну, послушаем, почитаем, что получится в итоге. Так, даже так, работа проделана очень хорошая. Ее бы сейчас еще доделать, чтобы вони не было, чтобы из кишечника вот это все не выходило. Вся эта ерунда. Ну и можно уже выходить. Там, я думаю, килограмм 15 дерьмится уже. ушло. И дальше, если все нормально выйти, вы получите совершенно, как бы сказать, иной организм. Я часто вот сам ощущал, знаете, после голодания длительного, вы получаете совершенно иной организм. Как своего рода, знаете, вот дорогой инструмент, дорогую машину, которую хочется поддержать вот в таком рабочем, красивом состоянии. И важно вот так вот своими этими привычками, своими, как бы сказать, вот этими вот страхами и безудержным поглощением всякой всячины не испортить себе, не испортит то, что вы получили во время голодания. Ну, примерно так. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет, огурки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 наступает, наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по танке раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы жадно ждем, и под чоками покалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 наступает, наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по танке раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди, загадай свое желание и под звонку ром-по-пэй, ах! Веселись, 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 наступает, наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по танке раздает, радостью любого ждет, это Новый год. два, 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 три, два. Субтитры сделал DimaTorzok